В 12, по-моему, 30, где-то вот в это время, пообедали, естественно, сели в автобус и поехали в Ярославль. По пути в Ярославль мы заехали в Сергий Посад, в Лавров. И я просто оставил ребят, чтобы они побродили, немножко отвлеклись от игры, немножко сбросили напряжение. Это был последний матч сезона. Локомотив, который три недели назад практически лишил себя шансов на чемпионство, внезапно стал главным претендентом на титул. Все, что нужно, победить шестую команду первенства. Провели предыдущую тренировку, после этого, как говорится, ребята помылись, в автобусе сели, приехали в гостиницу, разместились, поужинали. Ну, если честно, было такое боязнь, волнение, что-нибудь серьезное. Погода была, по-моему, такая пасмурная, холодновато было. На следующий день утром завтрак, значит, там прогулка была по набережной. Это обед, отдых, установка и на игру. Тот ноябрьский день – первое, что всплывает в памяти у игроков и тренеров чемпионского локомотива, когда напоминаешь им 2004 год. Не потому, что радостных моментов больше не было, просто растянулся сезон на 11 месяцев. Начинали с одной восьмой финала Лиги чемпионов. Это сейчас уже попадание в плей-офф считается успехом. А тогда локомотив имел реальный шанс пробиться в четвертьфинал. Выиграл у Монако в Москве, но через две недели на юге Франции. Арбитр ставит выдуманные пенальти, еще в первом тайме удаляет Дмитрия Ласькова и затем фиксирует мяч, забитый с нарушением правил. Конечно, стрессовая ситуация все-таки в команде была. Мы планировали пройти Монако, потому что это было объективно, нам по силам. И, к сожалению, по сумме двух матчей мы проиграли. И это действительно было ударом для игроков, для тренеров, для клуба. Ради выступления в Лиге чемпионов игроки значительно раньше вышли из отпуска. С января начали играть товарищеские матчи, и теперь вместо евроуспеха возврат в российские реалии. Сатурн, Шинник, Крылья Советов и поля, глядя на которые, хочется плакать. Но амбиции не позволяли расслабиться. Было ощущение, что у нас действительно сложился очень сильный коллектив, очень сильная команда, и была уверенность, даже после того, как мы не прошли Монако, была уверенность в команде, что мы реально можем побороться за золотые медали. Изначально команда строилась, она строилась не один год. Она строилась так конкретно, когда в 1997 пришел год, вот, наверное, с того года она так и начинала обрастать. Костяк собирался, собрался костяк, и вокруг него стали строиться, ну, как в Лего, наверное, постепенно, чуть-чуть, обрастать. Еще в прошлом сезоне к локомотиву присоединился Дмитрий Хохлов, пришел Сергей Гуренко. Три месяца президент клуба Валерий Филатов готовился взорвать трансферную бомбу. Вел переговоры по переходу Дмитрия Сычева из Марсельского Олимпика. Самый талантливый наш игрок того времени. Он уезжал из России после скандала со Спартаком, и вот решил таки вернуться. Достаточно так тяжело происходило, и его убедить, чтобы он вернулся в Россию. Ну, в конечном итоге он принял это предложение, и мне кажется, в конце сезона он был всем доволен. Диму было огромное желание доказать, плюс были очень хорошие партнеры в команде. Тот же Дима Лоськов, Хохлов. В опорной зоне у нас играл Лима, который тоже из Италии приехал. То есть команда была такая очень сбалансированная, очень уже и опытная. Дима когда вписался, знаете, такой последний пазлик, он прям лег туда. На первый матч чемпионата Сычев выходит в стартовом составе, и за один тайм забивает столько, сколько за последние 10 матчей в Марселе. И уже в этой игре стало понятно, в чемпионате России появилась суперсвязка Лоськов-Сычев. Сколько раз они на пару ставили соперника в тупик. Один отдает, другой забивает. Это человек, который выйдет на два хода вперед, делает изумительные передачи, удобные для приема, для обработки вовремя. То есть таких игроков мало вообще в мире. То есть, скажем так, российский, мне кажется, перло такой был. Я бы, наверное, Диму Лоськову сравнил бы, наверное, с Тоти по игре. Потому что это человек, который одинаково сильно работал двумя ногами. Это был лидер команды. Человек, который регулировал темпом игры. Это человек, на котором завязывалась вся игра. Человек, который выходит на поле, он должен постоянно думать. Это мое мнение. Не просто берется по каким-то... А думать и должен предвидеть, что может сделать его партнер. Должен знать, что может сделать его партнер, допустим, в той или иной ситуации. Поэтому предвидят шаг на шаг, вперед на два. Поэтому, наверное, у нас так с ним и понимали друг друга. Но вся команда понимала друг друга. Были все единым целым, все знали, от кого можно ожидать на поле. К перерыву в чемпионате Сычев успел наколотить 10 мячей. И всего их будет 15. И ни одного с пенальти. Все мин требовал от команды зрелищной игры в атаке, чтобы радовать зрителей и надежности в обороне. И здесь фигурирует цифра 15. Ровно половину матча железнодорожники сыграли на ноль. Никогда не говорил игрокам, чтобы они играли вне правил. Они должны играть по правилам. Но они должны быть жестокими. Сергей Овчинников, которого давно все называют просто босс, действовал не только надежно, но и очень убедительно. Настолько, что оппоненты его просто побаивались. Ну, по локаме я никого не замахивался, наверное. Ну, накричать, как любой вратарь, я мог, безусловно. Ну, боялись хорошо. Пусть боятся. Дальше. Но журналисты не уставали отмечать слабую игру на выходах в исполнении Овчинникова. Обстановку вокруг локомотива нередко искусственно накручивали. Например, досталось вратарю после матча в Волгограде. Семин тогда заменил его еще в перерыве. После мяча, который Валерий Есипов забил метров с 35. Есипов забил даже с 45, наверное, я думаю. Выпустил Нигматулина, это я сам. А реакция у нас никакая была. Просто, наверное, было стряхнуть команду как-то, потому что мы проигрывали 2-0. И вся подноготная в этой игре была к тому, что я играл с большой температурой. Действительно, я, наверное, подвел в этой ситуации команду. Понадеялся на то, что я смогу сыграть. Но мне действительно было не очень хорошо. Ну, и там, Есипов, ну, такие голы бывают. Тут особо, может, можно вратаря, конечно, с такого расстояния не обвинить. Но я пришел и говорю, ну, нормально люди оттуда не бьют. Я говорю, Валера, что ты делаешь? Ну, и посмеялись. Но, слава богу, что мы там сыграли 2-2. Хотя я не думаю, что тот результат как-то повлиял на наше турнирное положение. А как обрадовались любители Жареного, когда вышло в эфир это интервью. Вадим Евсеев, лидер команды, вожак на поле, негодует, что клуб не предлагает ему новый контракт. Какая будет ситуация, как все сложится? Кто больше даст, то туда и пойдем. Мои такие планы. Предложения уже какие-то были? Никаких нет предложений. Во всяком случае, твое желание – это остаться в локомате, правильно? Мое желание – рассмотреть любое предложение. Не, ну, Вадика просто нужно знать, с ним нужно общаться. Я не думаю, что это было так, как рик души, наверное, его. Но я не думаю, что он бы поменял клуб. Если бы тот дал больше денег, я не знаю, он не такой человек, он совсем другой. После общения с ним ты понимаешь, что Вадик на поле – это один, а в жизни совсем другой. Таких бы футболистов побольше бы. Во-первых, мы, наоборот, выдержали паузу, чтобы Евсеева разозреть, чтобы он еще лучше играл. Он был нужен команде. Даже в мыслях у нас не было с ним не продлевать контракт. Кстати, после этого Евсеев еще два года отыграл в локомотиве. Вообще, Семин, как никто, умел влиять на своих игроков. Вот матч с «Динамо» в Петровском парке. Еще к перерыву железнодорожники уступают два мяча. Затем во втором тайме забивают сопернику четыре и выигрывают поединок. И только сейчас стало известно, что тренер тогда сказал парням. В той игре, я насколько помню, он сказал вообще, очень такая негативная вещь была, то, что нас она и разозлила, и мы потом, можно сказать, очень долго от этого отходили, в плане того, как с ним разговаривали, когда он в перерыве, можно так сказать, нас обвинил, что мы сдаем игру. Он за счет этого и сыграл, наверное, на этом, чтобы мы все разозлились, а не отдельный футболист. И доказали тренер, что он не прав. Но во многом это так и произошло. Да, конечно, были разгоны, были какие-то сумки летали в раздевалке, тоже было такое. Юрий Павлович всегда, помимо каких-то футбольных аспектов, он призывал нас играть агрессивнее, играть друг за друга. Но если так утрировать все, что им сказано, да, вот я высказал два предложения, да, иногда бывало немножко в разной форме он это выражал, и это всегда работало. Но порой и Семин был не нужен. Команда сама могла разобраться в любой проблеме, которая возникала в коллективе. Костяк из российских футболистов сохранял атмосферу доверия. С такими людьми проще. Как раз-таки на таких собраниях с ними проще разговаривать. Человек, который говорит открыто, прямо в лицо, быстрее проблема выясняется, быстрее ее можно устранить. Если начинаются вот эти возики, паровозики, там, говоришь одно за глаза, думаешь другое, ничего хорошего не будет. Вот благодаря там Евсееву, Овчиннику, Таласку, да, много игроков, которые действительно говорили так, как есть, и не боясь. Я думаю, вот этот Локомотив и был сильным духом. Поэтому и не затягивались спады, но они были. После перерыва в первенстве у Локомотива ничья с Ростовом, поражение от Кубани, Лока вылетел из Кубка и проиграл Ротору. Но Спартак Гогниев на 93-й минуте забил после ошибки Овчинникова. Гогниев, да, я ошибся. Ну, это, я не знаю, как ошибка, не ошибка, в общем. Ну да, забили гол, 93-й, наверное, минуты мы проиграли 1-0. Я пришел в раздевалку и сказал ребятам, я говорю, ну что же вы так плохо играете, вы не можете забить Ротору даже ни одного гола. То есть нам что ничья, что проигрыш было все равно, да. Вот, я очень тоже расстроился после этого матча, не потому что пропустил, а потому что мы потеряли 3 очка, да. Я понимал, что их может не хватить. В газетах нагнетали обстановку вокруг Дмитрия Ласькова, которому приписали выдуманный кризис. Плеймейкер якобы забивает мало. И вот матч с прямым, главным, принципиальным конкурентом ЦСКА, в который, сменив Артура Жоржа, вернулся Валерий Газаев. Вы помните эту игру? Чем она закончилась? Выиграли мы. А кто забил? Я. А я потому что все время забивает ЦСКА. Так получалось почему-то. Те годы. Финиш сезона обещал быть интригующим. Вот «Локомотив» обыгрывает «Сатурн», в который раз пользу команде приносит недавний дублер Дениар Белилиндинов. Он до сих пор помнит главный разговор с Шеминым в том сезоне. Я помню, что это было на базе. Разговор такой был в основном с молодежью. И конкретно он сказал, что ребята, сегодня вы здесь, завтра вы здесь можете не быть. Так что думайте о своих возможностях, думайте о своих шансах, делайте все, чтобы здесь остаться. Ну, кто-то понял, кто-то нет. На Белилиндинова, Сычева, Измайлова шли на стадион толпами юные девушки. Кого-то это, может, и веселило, но ведь вместе с тем росла и вся армия фанатов клуба, на который не так давно по 100 человек ходили. И игроки, как никто, это ценили. Давайте, ребят, можно я домой поеду? Она же там будет снежная. Она же опять подняет. Она же снимает. Смотрите, линия, не все там. Все? Все, смотри, не буду. Так все, граждане, дайте пройти. Братарю не дай, пожалуйста. За три тура до конца команда Юрия Семина отстает от лидирующего ЦСКА на три очка. Но Овчинников в интервью шокирует заявлением. Чемпионом будет Локомотив. Я должен был сказать, что ЦСКА будет чемпионом. Как всегда, надо свой клуб хвалить, вселять уверенность в ребят, наверное. Но я верил в это, реально. И поэтому тут ничего такого нет. В результате ЦСКА играет две ничьи подряд. Лока, в свою очередь, побеждает и выходит в лидеры. И мало кого это удивило. Локомотив на стыке веков был командой-феноменом. Там не было сумасшедших бюджетов. Никому не обещали золотые горы. Но многие хотели там оказаться. В команде были своенравные и характерные игроки. Но не было конфликтов, которые бы становились достоянием общественности. Туда не звали звезд. Команда сама по себе блистала. И весь клуб был объединен одной идеей. Одной целью, которая в итоге и пришел. Сычёвы, например, заменили там, по-моему, за пять или за сколько-то минуты. Он говорит, свисток будет. Когда будет свисток? Все вы были на поле, потом все радовались. Незбываемое впечатление. Малхаз с этим флагом. В первую очередь, это был великолепен клуб. В клубе на каждом участке были подобраны в высшей степени профессиональные люди, которые отвечали за свою работу. И в этом заслуга президента, она большая. В клуб мы всегда приходили с большим удовольствием. И у нас даже люди, которые убирают помещение, уборщицы, люди, которые стригут траву на футбольном газоне, они тоже нам желали победы. И мы всегда видели их нерадостные улыбки после побед. И видели огорчение на лицах людей, когда мы проигрывали. Поэтому клуб, он как бы давал такую позитивную атмосферу, что мы не могли проиграть. Было ощущение того, что это все надолго. Что следующий сезон мы тоже со всех. И что команда надолго, и что сохранение. Вы знаете, всегда хорошее, а хочется, чтобы оно продолжалось дольше. Вот хотелось бы, чтобы сохранилась эта атмосфера, внутрикомандный коллектив, игроки, чтобы никто не старел, чтобы продолжали играть, продолжали побеждать там и так далее. Но, к сожалению, ничто не вечно. Уже в следующем году Юрий Семин спустя 19 лет работы покинет локомотив. Через несколько месяцев сменит команду Сергеев Чинников. Вслед за ним Дмитрий Хохлов. В 2007-м ушли Дмитрий Ласьков и Вадим Евсеев. Сегодня остался лишь Дмитрий Сычев, который уже давно не играет, только числится в клубе. С тех пор локомотив чемпионат России больше не выигрывал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова